Поэтические чтения под названием «Стихи живут» прошли уже в 21-й раз. Это мероприятие хорошо известно жителям нашего района. От мала до велика здесь встречаются любители поэзии. Они читают стихотворения и делятся впечатлениями от произведений великих авторов. Идея создания проекта появилась у методиста историко-культурного центра Натальи Замариной в начале 2016 года. Как-то в российской газете я прочитала интервью с Еленой Камбуровой, которая вот мне со страниц газеты сказала, настоящая поэзия должна звучать, чтобы восполнить недостаток озона в духовной атмосфере общества. И мы посильно вносим свой вклад в этот процесс, восполняем недостаток озона. Среди участников чтений школьники, члены литературного объединения имени Шкулева, преподаватели словесности. Владимир Лихварь, учитель русского языка и литературы Видновской школы номер 7, уже более 40 лет так или иначе связывает свою жизнь с поэзией. Ну знаете, здесь как вот врач или картежник, которому нужно раз в день обязательно карты в руках подержать. А врачу, хирургу, скажем, нужно в руках подержать там нитки, да, или еще что-то, чтобы пальцы гибкость не утратили, так и здесь. То есть ты постоянно в этом слове, в работе со словом. Почти за три года появились постоянные участники чтений. Одна из них – Кенуль Самадзаде. Родом она из Азербайджана, но всей душой полюбила русскую поэзию. Стихи мне очень нравятся, потому что они душевные, в них много эмоций. И когда я нахожу стихотворение по душе, мне хочется его выучить. Что-то близкое, о родине, что-нибудь детское, о литературе. И бывает, что я сама пишу стихи. По словам девушки, стихи делают ее счастливой. На этот раз на чтениях прозвучали произведения Эдуарда Осадова, Евгения Евтушенко, Леонида Филатова и многих других. Мероприятие проходит раз в месяц, в последнюю субботу. Если вы любите поэзию, то обязательно найдете здесь единомышленников. Дмитрий Книга, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ.